Всем привет! Прошло достаточно много времени с выхода прошлого выпуска, прокачая iPhone. Ну тут дел было много, всякие iPad, новые iOS 11, презентации и так далее. Но теперь все это закончилось, время появилось, и как обещали, мы снова выходим в эфир и рассказываем про новые аксессуары. Сегодня, как я и обещал в прошлый раз, способ подключить карту памяти к iPhone и достаточно приличного вида брелок Lightning. Ну и кое-что для Apple Watch. Начнем с адаптера, который позволяет подключить к iPhone или iPad любую карту памяти формата microSD. Устройство компактное, но при этом имеет 4 разъема. Это Lightning, MicroUSB, USB Type-C и многофункциональный разъем, который совмещает в себе слот для карты памяти и просто USB. Как вы поняли, работает этот адаптер не только с айфонами при помощи Lightning, вот таким образом, но и с Android-смартфонами, например, Xiaomi Mi 6 через USB Type-C. Ну, соответственно, через microUSB он тоже работает. Для работы с iPhone потребуется установить приложение, которое будет предложено, как только адаптер будет подключен к Lightning. После установки потребуется дать себе разрешение, так как одной из основных задач подобного аксессуара является передача хранящихся в смартфоне файлов на карту памяти. А самыми часто передаваемыми файлами являются как раз фотографии и видео. Кроме фотографии и видео, в различных форматах устройство поддерживает работу также с текстовыми файлами, документами и музыкальными форматами. При помощи этого адаптера можно передавать фотографии и видео с одного смартфона на другой, ну или с планшета на планшет, или комбинируя эти варианты. То есть мы можем забрать фотографии с iPhone и вставить эту карту памяти в Android-смартфон. Ну или, например, просто подключить ее к другому iPhone через Lightning и перенести фотографии туда. Вообще для этого аксессуара предусмотрена поддержка связи с компьютером, то есть можно через него подключить iPhone к компьютеру, но справедливости ради у меня это не получилось сделать, почему-то это не сработало. Зато карты памяти работают исправно. Вообще, учитывая цену этого аксессуара, который составляет 12 долларов или около 700 рублей, я думаю, что простить ему можно многое. Ну, по крайней мере, то, что он не работает с компьютером, лично я ему простил. С картами памяти он работает. У нас на обзоре были более дорогие устройства со встроенной памятью, но нужны ли они, если карты памяти есть почти у всех, стоят они дешевле, и они практичнее в том, что можно со своего iPhone, как я говорил, записывать что-то на Android-смартфон друга, просто переставив карту памяти. Решать вам. Но если надумаете купить этот аксессуар, то можете сделать это по ссылке в описании к этому видео или по ссылке в QR-коде на экране. Еще один адаптер, который может пригодиться заявленному любителю техники Apple, это адаптер для Apple Watch. Он не подразумевает подключение каких-то аксессуаров или свое собственное подключение к Apple Watch, он только может разнообразить количество ремешков, которые можно присоединить к своим часам. С применением подобного крепления сделаны почти все неоригинальные ремешки, которые не состоят из целого куска материала, когда непосредственная часть ремешка вставляется в ответную часть на корпусе часов. Например, такой браслет. В нем применен аналогичный способ крепления. Душка раскручивается, разделяется пополам и замыкается через ремешок. Но вся суть адаптера не в том, что его используют в большом количестве готовых ремешков, а в том, что с его помощью ремешком для Apple Watch может стать любой обычный ремешок из магазина, от старых часов или хоть самодельный. Главное, чтобы он не был шире 24 мм. Многие скептически относятся к Apple Watch и не любят их, но если вы ими пользуетесь, то такой адаптер будет неплохим вариантом разбавить рыночное однообразие и сделать ремешок, которого ни у кого нет. Я показал адаптер для 42-мм версии часов. Есть они и для 38-мм часов. Естественно, цвета есть для всех моделей, то есть подобрать можно. Стоит подобный аксессуар около 200 рублей или около 3,5 долларов, что не так много. Поэтому, если вам это интересно, можете попробовать. А купить можно по ссылке в описании к этому видео или по ссылке в QR-коде на экране. Мы уже не раз рассказывали про кабели для зарядки iPhone. Особняком среди них стоят кабели, которые можно не просто носить с собой, а делать это комфортно. Такими кабелем являются кабели-брелки. Про такие я тоже уже рассказывал пару месяцев назад, но там был не только кабель, он же брелок, он был еще и открывашкой. Но снаружи он был пластиковым, хоть и была внутри металлическая вставка, и он не был очень красивым. Брелок, про который я сегодня расскажу, выглядит значительно симпатичнее. Он более компактный и аккуратнее смотрится на ключах, а состоит из металлической части, в которую вставлен сам провод. Провод, естественно, Lightning и USB. Обмотка, как заявляет производитель, кожаная, а его длина составляет 140 мм. К ключам брелок крепится при помощи тросика, который тянется от основной части, в которой фиксируются кабели, к колечку, который и цепляется на ключи, рюкзак, чехол, телефон и тому подобные места. Заряжать iPhone и iPad пробовали, все работает. Про долговечность кабеля сказать не могу, так как пользовался им не так долго, но на вид все достаточно качественно и не вызывает ощущение, что он развалится в руках. Учитывая его стоимость, можно предположить, что это действительно достаточно качественный продукт. Стоимость его составляет около 430 рублей или 7 долларов. А если возникло желание его купить, то или ищите его поиском, или по ссылке в описании к видео, которое продублировано на экране. Ну а на этом все. В следующем выпуске я расскажу вам про еще три интересных аксессуара сразу для трех разных устройств. iPhone, iPad и Apple Watch. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, читайте наши статьи. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok